Ну что, друзья, всем привет! Наступила уже аж середина зимы, кстати, у меня руки дошли впервые до по-настоящему зимнего обзора вот этой TNF. Эта куртка от North Face, называется она Himalayan, и вы все правильно поняли, судя по ее огромным объемам, это самый настоящий пуховик. От северного лица у меня, кстати, уже было несколько курток на обзорах, включая уже ставший мемасным NAPC или NUPC, или я хрен знает, как это произносить, и самую теплую для города Макмёрда, но если в первой мне не понравилось, что она тупо низкая, а во второй избыточные для моих задач габариты, то вот как раз сегодняшняя Himalayan должна вроде как стать той самой золотой серединой, в которой вам и тепло будет, и двигаться сможете как не черепаха. Ну а чтобы вам во всех подробностях рассказать, на какие температуры все-таки годится этот куртец, я решил не зря помедлить с обзором, ну потому что москвичи помнят, какие недавно были температуры, моя entrybed точно бы их не вывезла, и что я понял спустя этот целый месяц, так это то, что если вы хотите взять себе абсолютно бескомпромиссную зимнюю куртку, то это должен быть пуховик и только пуховик. Но я уже вангую, что аудитория разделится на три части, как обычно, первая напишет, что это паль, потому что, ну потому что, вторая часть напишет, что они купили там куртку себе на рынке за 3000 и ходят в ней уже пятый сезон в минус 60, и все у них охренительно, ну и третья группа, это обладатели подобных пуховиков, и, к сожалению, они будут молчать, потому что человек, который купил себе хорошую вещь, он не будет писать какие-то отзывы, к сожалению, огромному, но если вы хотите присоединиться к этой третьей группе, то для вас есть суперстеп. У ребят из суперстеп вы сейчас найдете огромное количество зимнего стаффа, это касается не только курток ТНФ, но и кроссовок, и ботинок, и так далее, и тому подобное. А чтобы вы не ломали себе голову, стоит брать ту или иную вещь на зиму выбор, сделали для вас нагляднее, добавив к зимним вещам специальную иконку со снежинкой. Так что, если вы по каким-то причинам все еще не укомплектовались к зиме, и не купили себе или куртку, или ботинки, или носки, или трусы зимние, если такие, конечно же, есть, то обязательно переходите по ссылке в описании, и можете выбрать у ребят практически все, что угодно. Выбор там вот такой. Ну а теперь переходим к обзору. Окей, не будем тянуть, перейдем сразу к главному. Это самый настоящий пуховик без всяких сносок и звездочек в описании. Наполнитель состоит здесь на 80% из утиного пуха и на 20% из утиного же пера. А фил пауэр всего этого составляет 550 единиц. Мы, кстати, давненько про пуховики не рассказывали, поэтому давайте вам напомним, что вообще значит это фил пауэр. В общем, это такая единица, которая измеряет способность пухового утеплителя принимать свой первоначальный объем после его сжатия. Грубо говоря, таким методом можно понять, сколько же воздуха находится между пушинок, соответственно, чем выше этот показатель, тем лучше. Также на этот показатель влияет не только процентное соотношение пуха к перу, но и их тип. Допустим, если брать там утиный пух, то здесь максимальное соотношение равняется 80% к 20%, но в случае с гусиным можно зайти еще дальше. Здесь можно взять, к примеру, куртку от Mountain Equipment K7. Там 90% гусиного пуха и 10% пера. И фил пауэр достигает чудовищных 800 единиц. Ну и ценник там, кстати, ого-го. Ну а что касается нашей куртки, то в этом случае мы имеем 550 единиц. И поверьте, для холодной зимы в Москве или в Питере вам этого хватит за глаза. Кстати, такой же показатель и в той же самой МакМёрда. Ну, несмотря на то, что этот куртец выглядит действительно внушительно, не пугайтесь этого, потому что весит она практически ничего. Если сравнить с той же N3B, по ощущениям она легче в раза в полтора, как минимум. Однако одного пуха, чтобы вам было тепло, маловато. Очень важно, чтобы и сама ткань максимально не продувалась. Здесь с этим все в порядке. Вся фиолетовая часть это рипстоп, а плечи рукава из очень плотной синтетики. Тактильно очень похожи на МакМёрда, кстати. Но вот что здесь, кстати, примечательно. North Face у себя на сайте говорит, что куртка сверху полностью сделана из ткани Windwall. Но по факту мы получаем рипстоп и какую-то непонятную плотную синтетику. Я не знаю, чему верить, но вот что я могу однозначно утверждать. Я в этой куртке попадал под сильнейшее порывы ветра в минус 28 и нигде меня вообще не продуло. Так что с этой задачей она справляется на 10 из 10. Но единственная придирка к ткани заключается в том, что вот этой черной синтетике пыль прилипает, вы видите, просто охренеть, как только дай. Также, эта куртка честно заявляется на сайте, как защищенная от воды, но всего лишь с помощью пропитки. Немногие бренды этим грешат, потому что они у себя в описаниях почему-то пишут, что ткань сама влагонепроницаемая. Или если брать в расчет ту же самую N3B, она у меня начинала промокать спустя сезон или полтора. С этой курткой ситуация, кстати, немножко похуже, и в этом нет ничего, кстати, страшного. Вы просто идете в магазин, покупаете там какую-нибудь тараговскую пропитку, обрабатываете, и вуаля, она у вас опять защищена от влаги. Но с другой стороны, если так подумать, а вы когда последний раз под дождь попадали, в январе или феврале? Последнее, но не менее важное. У Himaline есть не только фиолетовый, но и черный цвет. Будь моя воля, я бы по возможности вообще взял бы себе зеленую, там даже есть КАМА-вариант, под себя вы точно что-нибудь найдете. Короче, я думаю, общую картину вы прекрасно поняли, но все-таки за такой прайс, о чем мы попозже чуть поговорим, хотелось бы чего-нибудь побольше. И что мы можем здесь получить, например, в деталях? Главная из деталей, конечно же, молния. Она здесь пластиковая, но при этом обладающая двумя бегунками Y и K веслон, они металлические, их двое. И вы эту куртку можете застегивать и расстегивать хоть сверху, хоть снизу. При этом ход у молнии просто шедевральный, ее можно расстегивать и застегивать одной рукой вообще без каких-либо проблем. Ну а чтобы у вас ветер 100% не попадал сквозь нее внутрь, здесь также имеется и ветрозащитный клапан на липучках. На тех же самых липучках, к сожалению, и рукава. Да, они обладают резинками, но тем не менее, я не считаю такое решение самым лучшим. Допустим, если вспомнить ту же самую N3B, то внутри как бы имелась манжета, а поверх нее уже шел рукав, так было суперудобно. Но такое решение я не считаю прям смертельно опасным, но тем не менее, вот так вот застегивать резинку вы будете постоянно. Ну и сами догадайтесь, сколько такая вещь вам прослужит. Также здесь есть вопросы к карманам, вернее всего один. Они не скошные, поэтому если будете греть там руки, то это будет выглядеть нелепо, это просто неудобно. А что касается всего остального, то это, скажем так, самые лучшие карманы, которые я видел. Помимо этого, карманы здесь застегиваются на молниях с помощью тех же самых бегунков в АКК. И ТНФ сделали здесь просто шедевральнейшие клапаны, благодаря которым эти карманы вообще не нужно застегивать, потому что, ну, просто нафиг не нужно. Места здесь, кстати, полным-полно, чтобы вы понимали. Вот я беру девятый iPad, кладу его в карман, и да, он не влезает. Но посмотрите, сколько влезло-то, да и под ваше повседневное барахло объема тут более чем будет достаточно. Ну и, пожалуй, самое главное достоинство этих карманов, когда речь заходит о зиме, и я не понимаю вообще, почему многие производители не допирают по каким-то причинам до этого. Дело в том, что ТНФ отделали эти карманы пухом не с внутренней, а с внешней стороны, и благодаря этому эти карманы будут у вас аномально жаркие, даже в очень холодную погоду. Короче, я сразу говорю, что эти карманы самые теплые за всю историю метеонаблюдений, ну а чтобы вам жизнь еще медом не казалась, они отделали эти карманы флисом, но только с одной стороны. С внутренней стороны, как вы видите, они из гладкой синтетики. Окей, давайте посмотрим, что у нее находится внутри, и видим самую обычную гладкую синтетику, недорого-богато, скажем прямо, да, но с другой стороны. Давайте-ка вот вспомним куртку из доготлона в том году, которую я обозревал, 6000 рублей она стоила, и изнутри она была одела настоящим флисом, а здесь что-то как-то зажали. Короче, как вы видите, изнутри здесь деталей, ну, маловато, будем так говорить, но, тем не менее, карман хотя бы один внутренний сделали, и почему-то крайне низко его здесь поставили, не понимая почему. Да если взять, например, ту же самую entry-b, этот карман внутри не находится на уровне груди, то есть немножко куртку расстегнул, вот здесь вот положил там какие-то документы или телефон, а здесь ее нужно куртеху аж до самого низа расстегивать, чтобы получить доступ к этому карману. Это супер неудобно. Да, как вы заметили, куртка не самая низкая, если вам будет поддувать, то ее, естественно, нужно каким-то образом затягивать. Для этого здесь снизу сделали две вот таких утяжки, и они вызывают у меня недоумение какое-то, потому что одна из них феноменально слабая. Посмотрите, я даже на нее не нажимаю толком, она вот так вот спокойно оттягивается, ну, вообще никуда не годится, елки-палки. Вторая работает хоть более-менее, а вот эта вообще, ну, на соплях держится. И помимо нижних утяжек здесь сделали еще одну пару на капюшоне, и не удивляйте, что вы их не видите, потому что ТНФ, видимо, решили их здесь не нагромождать и спрятали внутрь. Поначалу такое решение будет казаться вам странноватым немножко, но не переживайте, потом вы абсолютно спокойно привыкнете, но в отличие от нижних утяжек, эти хотя бы держат железо бетонно прям. Ну, а что касается самого капюшона, он здесь удобнейший. Это вовсе не тот случай, когда вся куртка будет висеть на вашей голове, как на вешалке какой-то. Работает все супер, претензий ноль. Так, что здесь еще осталось обсудить? Ну, разве что размеры. Если вы носите обычную одежду, типа худи или свитшотов, там, размера L, к примеру, то такого же размера берите и эту куртку. Я ростом 191 см, весом 100 кг, как обычно, и я взял под себя размер XL. Однако в кадрах на улицах снимался Макс, он ростом такой же, как я, но весит на килограммов 30 меньше, и она ему, как вы видите, откровенно громоздкая. Ему бы подкачаться стоило, наверное, как думаете? Во втором пункте я хочу более подробно поговорить про ее морозостойкость, скажем так. Да, я говорил, что я ее испытывал в минус 25, минус 28, при этом я в эти температуры носил ее с обычным свитшотом. Я вообще не испытывал каких-либо напрягов, а я при этом еще и термуху не надевал. А если бы я еще и поверх термухи какой-нибудь шерстяной свитер надел, эту куртку можно было бы и в минус 35 спокойно носить. Короче, для обычных городских морозов, типа Москвы, Питера и средней полосы России, этого вам будет за глаза. Ну и последняя цифра, я боюсь, не особо так вас порадует. Это пуховик, это пуховик от North Face. Суммируем все это и получаем целых 35 тысяч рублей в магазинах. Ну и это как-то, ребят, даже для меня дороговато, хотя не самый богатый блогер в мире. Если бы она стоила где-нибудь 1025, окей, но 35 это многовато. С другой стороны, по 25, а иногда даже по 20 штук, эту куртку можно найти в магазинах на сейлах вообще без проблем. Но вряд ли вы найдете по такому прайсу ее зимой. Ну а так, за 35 тысяч вы получаете отличный дизайн, очень теплую пуховую куртку с классными, но не самыми логичными, карманами, минимумом деталей, ну и самым главным для многих логотипом ТНФ. Ну и судя лично по моим наблюдениям, уличным сейчас, это у North Face самая популярная пуховая куртка. На втором месте после нее разве что какая-нибудь нупция идет. Если дорого для вас, то окей, ждите скидок. Ну а если говорить лично про меня, то для меня сейчас это основная зимняя куртка. Мой, скажем так, рабочий инструмент, который выполняет практически все мои задачи. И повседневные, и рабочие. Ну а поэтому и такая большая оценка. Ну что, друзья, у меня на этом для вас все, как всегда, с вас лайки, подписки, московские прописки, пишите максимальное количество комментариев, ставьте отметки на колокольчиках и где только можно, и также обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, он сейчас стал максимально активным за последнее время, и ссылка на него будет в описании. Ну а что касается этой куртки, напишите, что вы про нее думаете, возможно у кого-то есть такая, поделитесь своим отзывом в комментах. Я лично ей доволен как слон, и буду в ней ходить и не один, и даже думаю и не два сезона. Добавить мне про нее больше нечего, и всем счастливо.